Добрый вечер! Вы смотрите «Взгляд». Наш телефон 217-97-59. Сегодня мы вам покажем фильм, который мы сняли весной в Японии. Если вы заметили, мы так периодически совершаем некоторого рода вылазки в другие страны, чтобы оттуда посмотреть на себя и сравнить. Так мы сняли фильм, он назывался «Великая китайская мечта», и потом как-то само собой так решили, что будем интересны и французскую мечту великую, кубинскую великую, индийскую. Но продолжить решили в Японии. Не только потому, что, мне кажется, сейчас Россия в некотором роде переосмысливает свое отношение к Востоку, о чем, кстати, свидетельствуют и маршруты загранкомандировок нашего президента. Но есть и другая причина. Давно-давно, 13 лет назад, больше даже, в 87-м, в этой же студии мы сидели с Владимиром Яковлевичем Цветовым. И он тогда рассказывал о Японии такие невероятные вещи, что становилось совершенно очевидно. Мы ничего не знаем про эту страну, как и вообще про мир, в котором мы существуем. Хотя, как раз в то время казалось, что уж про мир мы знаем почти все, если не все. Так вот, это же ощущение, что мы ничего не знаем, у меня возникло, когда весной мы приземлились в аэропорту Токио и начали готовить фильм, который вы сейчас увидите. Ну, собственно говоря, вот важно все-таки понимать, как мало мы знаем. Если что будет совсем непонятно, звоните 217-97-59. Наш фильм мы посвящаем Владимиру Яковлевичу Цветову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В детстве я часто ходила на море, нырять вместе с мамой и друзьями. Мама работала ныряльщицей. Меня с детства учили нырять. Мне очень нравилась работа моей мамы. Уже 40 лет я работаю. Буду нырять, пока здоровье позволит. Стать ныряльщицей я мечтал еще, когда была маленькой девочкой. Это деревня, где живут Ама. Ама ныряльщица за жемчугом и дарами моря. Несмотря на высокие технологии конца века, ныряют, как и 2000 лет назад. Говорят, что если ныряют мужчины или используется какая-то техника, то моллюск уходит. Но я думаю, дело в другом. Японцы очень ценят гармонию жизни, когда каждый миг ты воспринимаешь как вечность. Что такое гармония, ну вот я попытался понять из модного в России поэта Басё. Сейчас прочитаю вам стихотворение. Заметьте, прочту сначала до конца. Бросил на миг обмолачивать рис крестьянин. Глядит на луну. Раньше Ама ныряли за жемчугом. После изобретения способа полуискусственного выращивания жемчуга, Ама стали заниматься ловом моллюсков, креветок, сбором морских водорослей. Сейчас в провинции Сима живет около 8 тысяч женщин-ныряльщиц. Японцы считают, что золотой возраст для такого труда – это от 40 до 60 лет. Есть Ама, которые ныряют группами вблизи берега. Другие работают парами вместе с мужьями и родственниками. Они опускаются на глубину 20-45 метров. Задача помощника в нужный момент – вытащить ныряльщицу за веревку на поверхность. Главное в жизни Ама – чтобы боги были благосклонны, море было чистым, помощник всегда пришел на помощь, ну и дыхание не подвело. Когда море чистое, там очень красиво. А когда мутное, под водой темно и неприятно. Раньше улов был очень большой, это было приятно. Сейчас улов становится все меньше и меньше. Исчезла красота чистого прозрачного моря. Я не знаю, что будет дальше. Боюсь, ныряльщицы совсем исчезнут. Я работаю 40 лет, буду нырять, пока здоровье позволит. Жаль, что молодые девушки не хотят заниматься работой ныряльщицы. Сегодня всех интересуют только деньги. Я родился в 1928 году, то есть спустя 23 года после русско-японской войны. Когда я был школьником, мне казалось, что эта война – дело далекого прошлого. Со времени атомной бомбардировки прошло уже 55 лет. Так что, я думаю, сегодня молодежь воспринимает события того времени, как факты древней истории. Вот как эти дети, которые играют здесь в бейсбол. Для них атомная бомбардировка Нагасаки – событие глубокое старинное. Город Нагасаки. Место падения атомной бомбы 9 августа 1945 года. Машиностроительные заводы фирмы «Митсубиси» разрушенные атомной бомбой. Когда была сброшена атомная бомба, здесь находились заводы. На этом месте было несколько заводских корпусов «Митсубиси». Мое рабочее место было вон там. Бомба была сброшена в 11 часов 2 минуты. Внезапно мы увидели ослепительную вспышку. Посыпался шифер с крыши, и два человека, которые стояли рядом со мной в цеху, оказались похоронены заживо. Люди выскакивали на улицу, пытались найти убежище. Они были абсолютно голыми. Всю одежду, даже нижнее белье, сорвало взрывной волной. Очень хотелось пить. На моих глазах 10 человек с обожженными телами, страдавших от жажды, зашли в реку, а там они вдруг стали неподвижны и умерли. Я долго шел в поисках воды, потом попил из реки. Подняв глаза, я увидел, в трех метрах от меня проплывали трупы. Мертвые были везде, и вскоре я перестал обращать на это внимание. Здесь, на русском кладбище, от сильной взрывной волны упала половина деревьев. Потом сюда упала обычная бомба, а другая на соседнее китайское кладбище. Во время атомного взрыва погибли мой отец и младший брат, я был как в тумане. Все провода были повреждены, радио не работало, и мы не знали, что кончилась война. Все было разрушено, повсюду лежали обожженные тела, и пепел был абсолютно черным. Весна, это время, когда все только начинается. А в Японии это знают абсолютно точно. Потому что если распустилась Сакура, то это и есть новая точка отчета. Свою научную экспедицию мы начали в Нагасаки, в городе, где полвека назад, после атомного взрыва, все закончилось. И тогда же все началось. КОНЕЦ Во время войны я чуть не умерла. У родителей не было ни работы, ни еды, чтобы накормить меня и моих сестер. Я молилась, что если останусь живых, буду много работать, чтобы построить мир, в котором дети не умирают из-за войны. Бог услышал мои молитвы. Госпожа Конно – одна из 80 тысяч японок, руководителей компании. 30 лет назад она создала свою фирму и положила начало абсолютно новому бизнесу – продаже информации по телефону. В Японии телефон, и мобильный тоже, есть практически у всех, исключая, пожалуй, только грудных детей, ну и животных. Отношение к телефону трепетное. И сам телефон, его дизайн, набор функций – все имеет большое значение. В компании госпожи Конно занято 300 человек. Они работают по самым разным программам. Консультации врачей по телефону, советы по воспитанию детей, служба доверия. Всего таких программ 30. Но, как говорят сами сотрудники фирмы, в основном люди звонят, потому что им хочется с кем-то поговорить. 30 лет назад я начинала с нуля. Банки не считали меня клиентом, достойным внимания. Моя фирма не вызывала доверия. Я работала за десятерых. Но в безнадежные моменты человек становится сильнее. Жизнь дает шанс открыть для себя новые возможности. Мне удалось создать бизнес, которого никогда раньше не было в Японии. 20 век был веком мужской логики, мужской системы ценностей. После войны все усилия японцев были направлены на развитие тяжелой индустрии, судостроения, металлургии, машиностроения. Это и создало теперешнюю Японию, вторую в мире промышленную державу. Но в конце 20 века в бизнесе все большую роль стали играть женщины. Раньше в системе ухода за пожилыми людьми были одни добровольцы. Сейчас это уже целая индустрия. Или ясли для детей. Сегодня это уже настоящий бизнес. 21 век будет веком женской логики. Веком, где будут больше заботиться друг о друге и уважать друг друга. Ведь именно женщины больше всего думают о поддержке пожилых людей и о воспитании детей. Это старое дерево, и если на нем висит вот такие штучки, это значит, что японцы его боготворят и думают, что в этом дереве какой-нибудь бог живет. Оно стоит на территории маленького храмика, который сзади меня сейчас. И охранник этот стоит рядом с школой, в которой я учусь и в которой я нахожусь в шестом классе. Саше 12 лет. С 5 лет она живет в Японии. Ее папа физик, занимается космическими исследованиями. Кроме Саши в школе учатся еще двое детей из России. Их родители также работают в Японии по контракту. По-японски иностранец звучит как гайдзин, внешний человек. Внешний, потому что извне. Внутри одни японцы. Одна семья, 126 миллионов человек. А до середины 19 века Япония была вообще закрытой страной. Рывок из феодального средневековья в 19 век Япония преодолела за 50 лет. Она изучала мир по книгам и с помощью гайдзинов, иностранцев. Сегодня Япония провозгласила лозунг интернационализации. Она снова открывается внешнему миру в поиске новой энергетики, новых мозгов, новых идей. Это страна одна из самых безопасных. Здесь детям с 5 лет можно самим ходить. Это класс. Вот у нас есть подставка, хаши и еда. Это они делают джанкин для того, чтобы получить какую-нибудь оставшуюся лишнюю вещь. Сейчас, по-видимому, на вот эту бутылочку молока их осталось 5 штук. А что такое джанкин? Чем смысл выиграть? Джанкин — это вот такая игра, состоящая из трех вещей. Вот камень, ножницы и бумага. Если, скажем, камень и бумага, то бумага выиграла, поскольку она камень вот так. Японская игра? Да, это японцы придумали. Ну, хотелось бы тебя жить в России, и у тебя уже привыкли к Японии. Вот я этого как раз не могу понять. Если бы Россия сейчас была там немного лучше, чем она сейчас, я бы обязательно вернулась. А так как она сейчас... Если кто-нибудь в России сказал, что он любит Родину, Россию, так, о, это он уже фашист, националист и так далее. Почему японец может любить Японию, его называют патриотом, и все его уважают. А если русский сказал, что я люблю Россию больше всего, скажут, о, фашист, националист и так далее. Нельзя. Евгений Николаевич Аксенов. Потомг русских эмигрантов из Харбина. Владелец и главный врач клиники в Токио. В числе его пациентов был президент Франции Ширак, Мадонна, Майкл Джексон, Лепешинский, Ростропович, многие-многие другие. Всемирная организация здравоохранения признала Евгения Аксенова одним из лучших практикующих врачей мира. Несмотря на то, что более 50 лет доктор Аксенов живет и работает в Японии, он до сих пор не получил японское гражданство. Евгений Николаевич, давайте вернемся на 50 лет назад. Какой тогда Япония была? Ну, безусловно, Япония была разрушена полностью. Народ был, конечно... Было плохое питание, вообще его не хватало. С жильем было очень трудно, с электричеством было трудно. Медикаментов у японцев почти что ничего не было. Порушность была полностью разрушена. Мы брали первые Сони, которые были... Это транзисторы. Так, если краска с них сходила, то это были сделаны из пустых, опороженных американских пивных банок. Я считаю, что они, как объединились все, решили, что у нас нет ресурсов, мы должны работать, производить. И у них была большая солидарность, как американцы называли это, Japan Incorporated. Они все, даже большие компании, они сотрудничали между собой. И так что, вот, если вы хотите купить японскую вещь, если Митсуи продает за 100, а вы говорите, ну, мы за 99, ну, мы у вас будем покупать. И вы предлагаете Митсубиши сделку, что мы купим у вас, но вы снизите, пожалуйста, надо дешевле продавать. Японцы будут отказываться. Они не, так сказать, солидарность между вот этими большими компаниями. Ну, я желал бы, чтобы в России так было. Вот, завидую. Русский майор в лагере был первым человеком в моей жизни, кто обращался со мной по-человечески. Японские солдаты шли на войну, чтобы умереть ради счастья Японии. Никто не думал вернуться домой живым, остаться в живых, быть в Сибири. Только за это надо испытывать благодарность судьбе. Я не сразу это понял. До встречи с майором я тоже думал лишь о том, чтобы скорее умереть. Но познакомившись с этим прекрасным человеком, я понял, как должен жить человек. Бывшему летчику Нисикава 73 года. Владелец крупной авиастроительной компании, сети ресторанов и магазинов. В том числе, кстати, и в Москве. Является кавалером Ордена Святого Станислава, Ордена Жукова и Ордена Дружбы Народов за вклад в развитие отношений между Японией и Россией. С Россией господин Нисикава связывает не только бизнес. Несколько лет после войны он провел в сибирском лагере. Здесь мне 16 лет. Тогда я вступил в армию и управлял самолетом, который бомбил Китай, Монголию, Манчжурию, Северную и Южную Корею. Мое подразделение получило приказ о бомбардировке Владивостока и Приморского края. Но Япония капитулировала, и этот приказ не был выполнен. Я попал в сибирский лагерь. Что было самым тяжелым? Несвобода. Было, конечно, голодно, но я видел, как русские люди собирали кору деревьев и смолу, добывая себе пропитание таким образом. Русские были победителями, а после войны им было нечего есть. Население Дальнего Востока, Сибири, не снабжалось продовольствием. Глядя на это, я думал, как хорошо, что мы хоть и немного, но получаем хлеб каждый день. В то же время пленные ночью спали, а днем работали. Самое большое счастье человека заключается в том, чтобы днем работать, а вечером, сказав спокойной ночи, заснуть. Было холодно. Но и русским тоже было холодно. Это было равенство. Так что же тут тяжелого? Все-таки я был счастлив в Сибири. Когда тело много страдает, из глубин его появляется мудрость, и она ведет к успеху. Я часто вспоминаю майора. Он умер. Несколько лет назад. Как же жить дальше? В Воронеже живет семья майора, замечательные люди, и я решил в какой-то степени помогать городу. Отправил туда четыре машины скорой помощи, медикаменты, деньги. Все это не имеет никакого отношения к прибылям или убыткам. Я поступаю так по велению души и стараюсь жить так, чтобы майор, который сейчас на небесах, был мною доволен. Это все словно летатухи. Когда я родился, Япония воевала в Китае. А когда я пошел в детский сад, началась война на Тихом океане. Когда я учился во втором классе, мы потерпели поражение. До тех пор я знал только сражающуюся Японию. И это была не столько мечта, сколько совершенно естественное желание стать моряком, пехотинцем, одним словом, солдатом. После разгрома Японии это желание уже не имело смысла. И у меня появилось другое горячее желание хотя бы раз в жизни просить вызов к горной вершине высотой 8 тысяч метров. Мне посчастливилось. Я стал членом команды альпинистов и дважды покорил Эверест. Это было бы разумея. Это было бы разумея. Товарищ Ельцин и господин Хасимото. Брюторо Хасимото поднялся не только на Эверест. Он нашел новый подход к проблеме, которая 50 лет считалась неразрешимой. Северная территория. Хасимото смог вместе с Ельцином придумать новый язык в наших непростых отношениях. Хотя для многих японцев, особенно бывших жителей Курил, проблема северных территорий по-прежнему остается довольно чувствительной. Сегодня хорошо виден Кунашир, а мой родной остров Таракуто там справа. Я часто прихожу сюда и думаю, почему я не могу вернуться на свою родину. Средний возраст бывших жителей островов около 70. Мы хотим успеть вернуться. Как японец, я хочу, чтобы острова вернули. Но там же живут русские люди. С этим нельзя не считаться. Этот каменный памятник был в моей деревне. Очень обидно, что я не могу свободно ездить на эти маленькие острова. Моя дочь, она живет в Америке, может свободно ездить в Россию, когда захочет. А я всю жизнь мечтаю о том, чтобы посещать могилу своих родителей в любое время. Моя дочь, она живет в Америке. Кэндо очень помогло мне как политику. Это состязание тех, у кого лучше развито умение выбирать подходящий момент. Вы ударяете противника, который пытается защищаться. Вы высматриваете, когда он допустит оплошность, и тут на него налетаете. Может быть, выработанное кэндо, чувство времени, позволило мне правильно выбрать момент и проникнуть в душу к Ельце. Несколько лет назад, во время своего визита в Россию, Рютаро Хосимото провел показательный бой с русскими и японцами, которые занимаются кэндо. Кэндо – это японский вид фехтования деревянными мечами. Он известен с древности. Рютаро Хосимото выиграл не только все поединки, но как истинный учитель, сенсей, после боя показывал российскому юноше наиболее уязвимые места для нанесения удара. Японские журналисты сделали вывод – в большой политике происходят большие перемены. Перед встречей Клинтона с Ельцином в Хельсинки, Клинтон позвонил мне и сказал – есть идея реорганизовать Большую Семерку в Восьмерку. Основной оппонент – это вы. Будете ли вы против присоединения России к Семерке? Я согласился, но с одним условием – если Клинтон передаст Ельцину мои истинные намерения, которые заключались в том, что я всерьез готов наладить японо-российские отношения. Странно, если в составе Семерки будут государства, у которых взаимоотношения не урегулированы, сказал я. Клинтон был уверен, что я буду против, но он сильно ошибался. И после того, как в телефонном разговоре я прояснил свою позицию, он взял на себя миссию сообщить об этом Ельцину. Но позже я решил, что усилий одного Клинтона может оказаться недостаточно, и обратился к тогдашнему канцлеру Германии Колю. У вас с Ельцином хорошие отношения? Пожалуйста, передайте ему, что у меня самые серьезные намерения. Оба – и Клинтон, и Коль – с радостью выполнили мою просьбу. Я думаю, что благодаря их усилиям, еще до встречи в Красноярске, Ельцин узнал, что я за человек, не только в официальной обстановке. Не обманывать себя – вот чему я научился в Кэндо. Как бы ты ни старался, противник сразу понимает, чего ты стоишь. В самые ответственные моменты своей жизни я всегда был искренен, стремился показать свои истинные намерения, и был верен избранному пути. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда мне было 16 лет, я пошел в армию добровольцем. В то время в Японии была обязательная воинская повинность, 20 лет. Но поскольку я хотел пойти в армию до наступления этого возраста, мне сказали, в таком случае будешь летать на самолете. Так я попал в военно-воздушные силы. Я попал в армию в самом конце войны, и в военно-воздушных силах остались только отделения камикадзе. КОНЕЦ Хейдзо Миссимори, старший товарищ моего брата. 13 августа 1945 года он должен был совершить вылет и предложил мне поменяться летной формой. Я спросил его, зачем. Он сказал, что погибнет раньше меня, и хотел бы погибнуть в новой форме. Я сказал, что через три дня тоже полечу, но поскольку он был моим старшим товарищем, делать было нечего, и мы поменялись. Так что моя летная форма с документами сейчас лежит на дне моря около Окинавы. 25 июля стало понятно, что положение Японии полностью безнадежно, и было приказано перевести наш летный отряд в разряд Камикадзе. У нас было чувство, что наконец произошло то, что должно произойти. Никакого особенного страха смерти не было. Волнения тоже не было. Внечболи иейденово, а теперь девках0025-352. Внечболи иейденово во время Внечболи иейденово, Али дневной фоуы, вновь июляция, инистые отрядные тарелки, инистые Dennет乾куные. Внечболи июля, инистые отрядные отрядные отрядные. Эмтеново Уд plans на все, но не нужно не перейти, До целей долетали немногие. Специальные штурмовые отряды брали 16-летних мальчишек. Учили их всего несколько недель. Их мечтою было отдать жизнь за родину и за императора. О смерти врага думали меньше. В сегодняшней Японии, я все время об этом говорю, творится неизвестно что. Меня все время мучает вопрос, как рассказать об этом тем, кто погиб тогда. Поскольку я выжил, необходимо выполнить волю тех, кто погиб за Японию. Кроме того, надо успокоить души погибших. Японцы издавна являлись нацией, для которой большую важность представляет Бусидо, путь воина. Они ненавидели плен и в этом случае, для спасения своей чести, кончали жизнь самоубийством в соответствии с древним обычаем. И в этой мировой войне, если гибло большое количество подчиненных, очень многие офицеры брали на себя ответственность за их смерть. Вечером 15 августа 1945 года, наш командир, адмирал Ониси, покончил с собой, вонзив себе в живот этот меч. Довольно опасная вещь. Так его держат. Потом вонзают в живот и ведут вправо. Вот так. И делают короткий разрез вверх. После этого боль, конечно, очень сильная, и человек падает вперед. В этот момент стоящий сзади секундант отрубает ему голову. Таким способом в Японии издавна расстаются с жизнью по собственной воле. Военачальников, принявших на себя ответственность за гибель людей, тогда было много. Среди них находились и такие, кто просто стрелял себе в висок. Мой отец погиб, когда мне не было еще двух лет. Был самый конец войны, отца посадили на транспортное судно, и оно было потоплено американской авиацией или подводной лодкой. Отец не воевал, он даже не доехал до места военных действий. Он не вернулся с войны, и поэтому для меня война все еще продолжается. Много пишут о том, что когда в конце войны юношам, которые служили в специальных штурмовых отрядах Камикадзе, говорили «сегодня вам влетать», они относились к этому как к увеселительной прогулке. Много написано и о том, что у них не было никаких тяжелых переживаний. Они говорили «погода отличная», полетели на пикник. А иначе было нельзя. Если уместно говорить о поколении, думаю, что их можно назвать потерянным поколением. Но я не люблю, когда человека запихивают в рамки поколения. А особенность уже моего поколения в том, что мы избегаем стереотипов. Мир впервые узнал Йодзи Ямамото почти 20 лет назад. Тогда его модели вызвали недоумение. Сегодня Ямамото – величайший модельер мира. Он родился в Токио, когда Вторая мировая война была в самом разгаре. Воспитывался матерью солдатской вдовой. Сегодня одежду от Ямамото носят первые лица государства, творческая элита разных стран мира. Я вырос в Токио, разрушенном бомбежками. Самих бомбежек я не помню, но помню, что рос в атмосфере разрушения. Мой отец и его друзья, они были проигравшись стороной в войне. В Токио моего детства было очень много американских солдат. Мне казалось, что американские солдаты были в большей степени джентльменами, чем японцы, которые были знакомыми моей мамы. Начиная с поколения моего отца, Япония изо всех сил изучала западную цивилизацию, культуру. Старалась их догнать. Нас укоренился современный и западный взгляд на вещи. Книги, журналы – они оказывали на нас особое влияние. Я много читал и русских писателей – Горького, Пушкина, Достоевского. Когда я учился в средней школе, я прочел почти всего Достоевского. Конечно, в японских переводах. О чем я мечтал? Ну, в детстве всегда мечты быстро меняются. Одно время я хотел быть машинистом поезда, летчиком. Потом хотел стать мастером боевых искусств. А потом все мои мечты исчезли. В Японии продолжаются студенческие волнения. Затяжной конфликт, вызванный антидемократическими действиями администрации Токийского государственного университета, вылился в кровавое столкновение. Использовав экстремистские призывы левых студенческих групп, университетские власти вызвали отряды полиции. Два дня продолжалось побоище. Более 600 студентов были арестованы. Йодзи Ямамото принадлежит к тому поколению, которое его друг и ровесник, знаменитый немецкий режиссер Вим Вендерс, назвал поколением подранков. Они выросли на послевоенных руинах. Их детство прошло под влиянием американской мечты, в которой разочаровались уже к концу 60-х. Этот бунт нового поколения взорвал Европу в 68-м году. А меньше чем через год то же самое повторилось в Японии. Знаменитые токийские студенческие волнения обозначили начало поиска новой системы ценностей. Помню, я тогда учился в университете, когда известный писатель Юкио Миссима покончил с собой. Он говорил о том, что Япония отравлена экономическим благополучием и потеряла истинный дух нации, и что за эту красоту духа следует отдать жизнь. Я подумал, какая глупость, бессмысленный поступок. Я прочитал заметку и выкинул газету. Но постепенно я стал понимать Миссиму. Да, теперь я понимаю. Он знал, что такое красота духа. Субтитры создавал DimaTorzok Я часто думаю о красоте. В последнее время, мне кажется, что женщины становятся менее красивыми. Во время Первой и Второй мировой войны, когда женщины не могли шикарно одеваться, они были потрясающе красивы. Они носили то, что им было дано, и могли в этом проявить свою красоту, свою привлекательность. Когда думаешь о красоте, необходимо сомневаться. Человеку необходимо, чтобы ему чего-то не хватало, чтобы постоянно хотелось достичь еще чего-то, и от этого было бы немного грустно. Так же и со счастьем. Представим, что я вышел из дома, у меня сегодня шоу, и вижу упавшего на улице старика. Мимо него проходят люди, никто ему не помогает. И тот, кто ему поможет, будет более счастлив, чем те, кто, не замечая, проходит мимо по своим делам. Для меня счастьем является только это. Ну вот такая у нас получилась, в общем, не очень научная экспедиция. Я вспомнил кого-то из великих, все лезем в иные миры, ищем чего-то, а человеку не нужны иные миры, человеку нужен человек. Вот в этом смысле, в смысле человек, мечта, ну вышло очень поучительно. У нас действительно все только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.